здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я делаю незабываемо вкусный клубничный торт на творожно-сметанной основе торт получается недорогой из самых простых продуктов готовить его буду без сливок без сливочного сыра торт готовится практически даже без миксера его можно приготовить вообще без миксера очень простой и быстрый но необыкновенно вкусный тортик для шоколадного теста я беру 30 грамм какао 150 грамм муки и 9 грамм разрыхлителя все это перемешиваю до однородности и отставляю пока в сторону замешивать я все это буду как я уже сказала даже без миксера 3 яйца среднего размера весом без скорлупы примерно по 50 грамм каждое яйцо комнатной температуры щепотка соли 8 грамм ванильного сахара 120 грамм сахара все это перемешаю до однородности 80 миллилитров молока комнатной температуры и 120 грамм растопленного сливочного масла здесь я не советую заменять сливочное масло на подсолнечное на растительное если будете заменять то лучше брать рапсовое масло или другое какое-то растительное масло потому что очень ярко будет выделяться подсолнечное масло во вкусе она может его просто испортить добавляю туда всю сухую смесь теперь просеиваю духовка у меня уже разогрета на 175 градусов цельсия выпекать я буду на режиме вверх-вниз без конвекции конечно же в заранее разогретой духовке бока формы я смазывать ничем не буду сейчас просто перемешиваю все ингредиенты до однородности тесто будет вот такой жидковатое подвижное это нормально это так и должно быть форма для выпечки у меня здесь 28 на 18 сантиметров прямоугольная вы же можете также использовать и круглую форму 26 сантиметров в диаметре убираю выпекаться дверцу духовки не открываем во время выпечки 450 грамм свежемороженной клубники я разморозила и пробиваю сейчас блендером до состояния клубничного пюре то есть она здесь у меня без сахара кто спрашивает в комментариях обычно без сахара обычное клубничное пюре сейчас я добавляю туда 50 грамм сахара все перемешиваю у меня клубника кислая если у вас клубника сладкая добавьте туда еще сок половины лимона и тогда будет такой насыщенный клубничный вкус у меня он уже сам по себе насыщенный довожу сейчас все это до кипения 10-12 грамм желатина туда же я отправляю 5 столовых ложек холодной кипяченой воды все это сразу же перемешиваю и отставляю в сторону до набухания клубничное пюре у меня дошло до кипения я его сразу же сняла как только она закипела она остыла у меня слегка и я добавляю туда весь набухший желатин все это перемешиваю и сейчас отставлю в сторону чтобы у меня все это пюре остыла до комнатной температуры не до холодного состояния именно до комнатной температуры еще раз повторяю если у вас клубника сладкая добавьте туда сок половины лимона еще до кипячения так корж у меня испекся как только я могу до него дотрагиваться я сразу его вырезаю из формы достаю шапочку я срезаю оставляю я нижний корж примерно 18 сантиметров у меня будет в высоту очень мягкий очень нежный на вкус пропитывать я его ничем не буду корж пропитается от следующего слоя и здесь высота коржа очень хорошо будет сочетаться с высотой последующих слоев чтобы в разрезе торт смотрелся красиво сейчас шапочку я измельчу просто руками если вы захотите можно ее измельчить и в измельчителе и в пакете как вам будет удобнее здесь у меня 250 грамм размягченного сливочного масла да это единственный момент где я буду использовать миксер вы же можете если у вас нет миксера по каким-то причинам или вы не хотите им пользоваться просто взбить я буду взбивать примерно две-три минуты вы же можете минут пять взбивать обычным ручным венчиком добавляю туда 200 грамм сгущенного молока с сахаром обычной сгущенки все это просто хорошо перемешиваю ничего здесь долго я не взбиваю до состояния крема и добавляю туда сразу же 250 грамм пастообразного творога обязательно комнатной температуры и сгущенка тоже комнатной температуры если у вас нет пастообразного творога вы можете вместо него брать обычный творог крупинками и перетереть его предварительно через сит или пробить блендером все это я опять просто до однородности смешала ничего здесь я не взбивала и добавляю всю крошку от коржа который мы измельчали просто перемешиваю лопаткой еще раз повторяю все это можно делать и без миксера просто ручным венчиком нужно будет взбивать более интенсивно и подольше чем две-три минуты творог я здесь использую 9 процентов жирности сейчас выкладываю сразу полученную массу на корж разравниваю корж я ничем не пропитываю он очень нежный сочный получается и дополнительно он получит пропитку от вот этой кремовой массы с творогом вместо творога если у вас нет уж никак творога в какой-то стране вы проживаете где он не продается можете использовать сметану можете использовать также творожно-сливочный сыр или же сыр рикотта это все на ваше усмотрение но лучше чтобы этот слой был конечно же с кислинкой здесь важно достаточно хорошо его выровнять чтобы был красивый разрез беру вот такой обычный шпатель вы же можете также ножом его выравнивать у кого нет шпателя и уберу сейчас в холодильник именно на то время пока я буду работать со следующим слоем так он немножко стабилизируется и мне будет удобнее потом работать сейчас все остывшие до комнатной температуры клубничное пюре вот это же с желатином уже смешанную эту массу пропускаю через сито этот шаг можно также пропустить но просто я хотела избавиться здесь от большего количества косточек и также вот от лишних каких-то волокон вы можете этого не делать кому это не принципиально все равно от волокона от косточек до конца избавиться невозможно нужно несколько раз пропускать через более мелкое сито добавляю туда также 200 грамм сгущенного молока с сахаром обычной сгущенки обязательно комнатной температуры и 400 грамм сметаны 30-процентной здесь я специально показываю из пачек чтобы вы видели что сметаны мне не отвешены если у вас нет такой жирной сметаны вы можете ее отвесить предварительно можете взять и сметану меньшей жирности это тоже подойдет здесь отвешивать сметану в принципе необязательно вместо сметаны вы также можете использовать йогурт кому это будет принципиально важно но с йогуртом не такого сливочного вкуса поэтому я беру сметану здесь намеренно более жирную чем 10 процентную или 15 процентов поэтому просто обратите на это внимание что вкус конечно же изменится если вы будете использовать здесь маложирный йогурт или сметану все перемешиваю просто большим венчиком до однородности это делается элементарно просто я достала уже мою заготовку сейчас из холодильника и выливаю уже на подостывший такой слой всю вот эту сметанную массу здесь смотрите по высоте вашей формы если вы не уверены что у вас форма такая достаточно высокая мне здесь 6 сантиметров в высоту эта форма то берите тогда ацетатную пленку и сейчас я уберу всю эту массу на 3-4 часа в холодильник уже до полной стабилизации у меня прошло около четырех часов масса идеально стабилизировалась она прекрасно держит форму она не будет растекаться даже в жаркую погоду превосходно просто нарезается на мелкие кусочки тортик такой рассчитан на большую компанию минимум рассчитан на 15-16 порций можно спокойного разрезать также на 20 порций здесь я беру 20 грамм шоколада и просто использую его в качестве посыпки для торта натираю на терке если у вас нет шоколад допустим под рукой вы можете небольшую часть оставшиеся кружки от бисквита оставите просто посыпать крошкой можно оставить просто так если кому-то нравится вот чтобы был клубничный слой сверху все на ваше усмотрение здесь на камере не так ярко видно именно цвет клубничного слоя на самом деле он гораздо более ярко смотрится горячим влажным ножом очень хорошо разрезается вот такой торт нарезаю его в холодном виде на порционные кусочки торт очень ароматный получается благодаря клубнике очень нежный вот этот средний слой творожный превосходно он будет держать форму благодаря тому что мы использовали крошку бисквитную это всегда очень красиво смотрится в разрезе и когда вы его нарежете вот на такие порционные кусочки уже можно дать ему постоять буквально 10-15 минут он будет нежнейшим очень мягким вот так он в холодном виде надламывается вилкой и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео